все мы знаем что юра жив это ну неужели кто-то верит в это все если люди то в это верят во все то тогда если бы не юра действительно бы мы не узнали сколько у нас стране дураков привет мои ангелочки и ценители правды иногда я буду отвечать на ваши вопросы которые вы будете писать в комментариях нашего youtube канала make angels такой вариант типа стрима вопрос ответ так буду делать для того чтобы снимать лишнее беспокойство напряжение которое находится у людей внутри волнует и но они не могут самостоятельно найти и структурировать эти ответы на такие вопросы в частности вот вопрос от нашей телезрительность женя как вы относитесь каналу юра жив юра шатунов жив вы знаете догадываетесь кто и зачем там вещает интересно было бы услышать ваш расклад на эту тему такого канала я не знаю но не смотрю естественно не подписан не пользуюсь но знаю о том что существует секта верующих в то что юра шатунов жив я с ними неоднократно сталкивался на просторах телеграма ну и плюс предоставлял даже делал ролик для них возможность чтобы они могли свою позицию рассказать на нашем канале я могу этот ролик прикрепить в конце этого видео поэтому досмотрите его до конца чтобы узнать зачем распространяют слухи о том что шатунов жив подпишитесь на канал и поставьте колокольчик чтобы первыми видеть ответы на беспокоящие вас вопросы а также нажмите пальчик вверх чтобы это видео посмотрела как можно больше людей ведь у них тоже могут быть но какое-то внутреннее беспокойство будьте сострадательными дайте им тоже возможность видеть эти ответы и возможно они снимут их беспокойство вообще мне нужно знать практиковать такие видео или нет если поддерживаете данный формат вопрос ответа поставьте давайте не знаю штук пятьдесят пятьсот лайков вот и я тогда в последующем буду практиковать такую практику брать вопрос какой-то и давать на него развернутые ответы как сегодня итак секта юра шатунов жив существует существует она за счет нескольких категорий людей первая категория это доверчивые искренние добрые малообразованные люди которые веруют в бога аллаха чудеса они верят во все хорошее и не могут смириться со со смертью юры своего любимца вторая категория это душевно больные люди это не шутки это страшная действительность в россии более 17 миллионов человек официально зарегистрированных людей с различными психическими отклонениями эти люди не могут принять реальность и поэтому живут в своей реальности альтернативной где юра шатунов жив есть третья категория подлецы это те кто подливает масло вагоне поддерживает этот миф о том что юра жив они это могут делать из садистских наклонностей хотят мучить людей и делать им больно затыкая свою боль в том числе из иных психологических мотивов пытаясь примерить одежду звезды выдавая себя за него пытаясь ощутить внимание популярность у наивной публики и самая поганая категория подлецов это те кто делает это сознательно чтобы сбить народ с верного пути скрывая улики заметая следы чтобы прекратили требовать расследование смерти кумира никто из сторонников мифа юра жив не способен не ответить на элементарный вопрос зачем шатунову такое дорогостоящее и публичное шоу как похороны на троекуровском почему он не мог просто исчезнуть уехать сменить паспорт страну место проживания зачем похороны кому безобидный и добрый юра так дорогу перешел что потребовались такие вложения спецоперацию смерть которую кстати продолжают отыгрывать до сих пор родственники приезжают на могилу ставят дорогостоящие памятники официально проводят все через документы оформляя смерть и вступление в наследство в ответ мы слышим детский лепет который ну не выдерживает никакой критики типа это сделано чтобы по ним поднять ажиотаж и просмотры на youtube ну дурдом конечно якобы аркадий кудряшов теперь на соцсетях зарабатывает по 40 тысяч долларов в месяц это он получается зарабатывает и на себя и на юру и на юрину семью все ради этих 40 тысяч сектанты логически не могут думать и не умеют считать доходов 40 тысяч долларов на youtube не похороны были под 100 тысяч долларов на памятник потрачено официально еще 10 миллионов рублей потери от не состоявшихся в будущем туров и концертов миллионы долларов обмануть свою преданную публику и детей притворившись мертвым это жестоко и не имеет вообще никаких оправданий юра 40 тысяч долларов мог заработать за пару хороших корпоративов без того чтобы себя публично кремировать и хранить на все эти вопросы у сектантов ответов нет там же нет и логики версия о том что он устал и решил спрятаться от всех тоже не выдерживает никакой критики устал где отдохни никто не держал отключи телефоны и живи хоть на острове хоть дома в германии хоть на боли с детьми умирать для этого не нужно да и не было в планах совершенно у юры умирать ну никак не было но еще более глупой версии является попытка скрыться таким образом от преследователей прятаться в гробу десятков тысяч людей на виду это худший план по уходу а те кто догоняет и ищет или его нашли догнали и убили но за что этого милого и доброго парня юру шатунова можно было убить в какие такие дела он в лес и кто его туда в тяну конечно жаль добрых и искренне верующих в чудо людей их мозги и душевная организация не способны справиться с таким горем и отгораживаются они от реальности ставя защиту в виде мифа юра жив по статистике института показателей оценки здоровья в россии от психических расстройств страдает от 15 миллионов 400 тысяч человек до 17 миллионов 700 тысяч человек мы не являемся исключением от мировой статистики в российской федерации более 140 миллионов человек проживает и указанные цифры подтверждают как раз мировую статистику по которой десять процентов населения земли страдает психическими заболеваниями всемирная организация здравоохранения сообщает что сотни миллионов людей в мире страдающих психическими заболеваниями существуют получают либо минимальную либо не получают вообще никакой медицинской помощи и это только которые официально зарегистрированы как-то упоминаются у нас на земле много людей просто добрых и верующих в чудеса в религию и тому подобное грубо это чуть меньше миллиарда человек отсюда и новые секты рождаются такие как юра жив после очередных психологических ударов встрясок и травм эти люди не живут логикой анализом спокойным взглядом на мир у них наоборот внутренний мир беспокойный они живут чувствами и эмоциями отсюда невозможность с их стороны разговаривать логическими тезисами а также они страдают эмоциональными обидами теперь давайте перейдем к прагматичным товарищем которые нам совсем не товарищи которые специально и сознательно занимаются распространением и поддержанием слухов о том что юра жив сразу скажу воскрешение из мертвых шатунова это не уникальный случай очень часто после смерти мега известных и популярных персон возникают такие как конспирологические теории подобные слухи ходили после смерти диктаторов первого космонавта юрия алексеевича гагарина популярных исполнителей типа элвиса пресли майкла джексон на многих других очень много много кого подобным подобным образом воскрешали их смерть потрясла миллионы поклонников майкл джексон элвис пресли и принцесса диана но почему десятки людей до сих пор встречают их в реальной жизни может быть потому что на самом деле они не умерли возможно утку о смерти элвиса пресли запустили для того чтобы спасти ему жизнь одни хотят внимание и испытать популярность они начинают жить этой истории о воскрешении собирать возле себя секту распространять слухи они превращаются в лидеров получают внимание публики и свою искусственную популярность кто-то на этом пытается даже заработать очки и возможно какие-то деньги но есть еще один очень циничный вид этих товарищей в кавычках которые хотят скрыть следы преступления внезапной смерти хотят чтобы народ перестал требовать расследования и поисков правды для этого людей нужно разобщить разбить на группы которые станут между собой конфликтовать и совместно уже не смогут отстаивать свою позицию станут ссориться перестанут быть одним большим целом в желании добиться правды и справедливости подобные практики использовали спецслужбы и политические структуры очень 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 давно тысячелетиями таким образом вот в кавычках воскрешали популярных диктаторов запускали утку в народ которая обрастала новыми фантазиями превращаясь в сектантское движение тех кто не мог смириться со смертью какого-то политика или суперзвезды к примеру после гибели вот совершенно недавно летом живодера возглавлявшего бандитскую банду вагнер евгения пригожина также запустили утку что он не погиб во взорвавшемся самолете а якобы жив и полетел другим самолетом помните наверное эту историю обсуждающих жив я или нет как у меня дела сейчас выходные вторая половина августа 23 года нахожусь в африке поэтому любители обсуждения моей ликвидации интимной жизни за заработков там или еще чего-нибудь собственно говоря все в порядке это видео подкрепила сторонников теории заговоров в мыслях о том что основатель чвк вагнер и так называемый повар путина инсценировал свою смерть напомним что самолет пригожина потерпел крушение 23 августа а накануне стало известно что межгосударственный авиационный комитет пока не расследует авиакатастрофу запуская такой миф работающий на власть структуры просто хотели погасить гнев со стороны сторонников пригужина которые вместо мести сели бы и просто стали ждать хороших новостей о том где он что с ним и когда он вновь появится у них на радарах шатуновом то же самое некоторым выгодно чтобы народ надеялся на то что юра где-то жив здоров рыбачит и у него все хорошо и что раз он не умер значит и нет виновных в его смерти и не нужно никакое расследование кстати об этом никто никогда практически не говорил и сейчас я вам тоже открою небольшой политический секрет сталин со своей бандой не просто так положил ильича в мавзолей на всеобщее обозрение он таким образом сделал не только место поклонения и паломничество новой коммунистической секты свергнувшие христианство и православия на руси феврале 1922 года проводился в жизнь декрет о конфискации церковных ценностей разрушали храм сталин таким образом показал что ленин мертв не ждите его воскрешение и смены власти это послание всем тем кто мог распускать слухи о тайной жизни владимир ильича ленина который сидит в шушенском или за границей и недоволен правлением сталина ленин лежит в саркофаге его забальзамировали ученые сразу после смерти в 1924 году культ ленина был неразрывно связан с существованием ссср и господствующей коммунистической идеологии в честь ленина в советском союзе было названо множество городов сел улиц заводов учебных заведений памятники ленину на центральных площадях многих населенных пунктов до сих пор стоят не только в россии но и в украине они таким образом превратив ульянова ленина в мумию лишили возможности создавать его копии двойников и поднимать народные волнения так что ленин в мавзолее это продуманное решение чтобы сталину удержать власть в случае с юрой тоже сделали все возможное чтобы люди поверили в смерть шатунова народное прощение у гроба 15 тысяч человек это одно из самых публичных и открытых похорон за последние годы все кто хотел мог приехать и лично убедиться попрощавшись с юрой в том что это именно шатунов но те кто не был на похоронах продолжают сопротивляться и распускать слухи о том что юра жив понимаю людей искренне верующих в это они простые добрые люди верующие во все хорошее такие люди ходят в церковь верят воскрешение христа и опираясь на это событие начинают верить воскрешение юрий васильевич шатунова если этим людям так легче жить и переносить боль то пусть веруют что юра жив они достаточно безобидные хотя среди них встречаются и агрессивные особи в любом случае их версия ничем не подтверждена не имеет доказательной логической базы поэтому не стоит на них обращать внимание и примыкать к секте юра жив как бы нам не хотелось в это верить мы отряды путина собрались на экстренное совещание обсудить глобальную обстановку безопасности я вам что хочу сказать вы думаете я одна такая вы знаете сколько чатов везде создана и все пишут про юру и все достают всякие разные сведения уже мы только с кем не общались даже до гей сообщества дошли вы не представляете сколько людей уже знают про юру сегодня арбузов написал целую статью константин арбузов что все юра скоро выйдет только нужно это все вот этих кто покушался на его жизнь достать пересадить он конечно не иголка но вы представьте если сделана инсценировка под какой охраной он находится или если даже на то пошло если не под охраной то если он даже допустим еще есть такая версия что юра мог сбежать от кудряшова потому что он его уже достал возможно он даже в америке находится у разина потому что это все на игра на кругом он конечно не иголка в стоге но он и не дурак светится я ничего не хочу сказать я знаю что он жив для меня это достаточно версии очень много даже возможно отвлечение от войны и юру избрали чтобы отвлечь людей люди переключились именно на юру а если бы не было переключения вы представьте чтобы творилось стране такие мрази как все вот эти сбежавшие за границу либералы пятая колонна я бы их по удавила сама они бы тут вообще бы чтобы сделали и очень много таких людей так что версии очень много но то что юра жив это миллиард процентов даже не знаю сколько процентов так что нужно включать мозг мышление логику и даже это взять первое видео я сама работала всю жизнь в структурах и знаю что это такое что никогда в жизни никто бы не показал это видео сразу тут же видео такое показывается только когда идет следствие и делается но запрашивается по запросу выдается это все туфта это все заранее спланированный спектакль но там уже кто его знает версии у всех расходятся и вы не думайте что я одна такая вы почитайте зайдите на youtube того же в казани на 57 стрим почитайте что там люди пишут и уже слава богу что у нас очень много кто знает что кто дружит у кого здравый ум все мы знаем что юра жив и очень много подтверждений конечно игорь маркс нам никогда не скажет правду потому что у него роль такая врать вот эту семью туфтовую нам кажут показывают вернее это вообще до смешного это все прикрытие это ну неужели кто-то верит в это все но я тогда не знаю то если люди кто в это верят во все то тогда если бы не юра действительно бы мы не узнали сколько у нас стране дураков и не надо ездить ни на какое кладбище никогда в жизни юры там не было и нет и у меня знакомая очень хорошая которая общалась с ним два с половиной года по переписке очень тесно общалась она мне видео отправляла и и голосовые с юрой она сейчас с ним тоже общается он ее сам нашел но как говорится это их личная она не может мне все это отправлять юра пока светится не будет нигде так что как бы вы не хотели он не дурак бегать где-то там по метро и еще где-то он сидит сейчас пока тихо а может возможно он и вообще не покажется и инсценировка запомните что после инсценировки человек если это на гос уровне он может еще выйти а если нет все он живет другой жизнью нету больше юры шатунова все он так уже у бедный устал от этих фанате а фанатов и фанатизма так что неужели вы не можете немного хоть мозгом подумать своим я уже не знаю как вам еще объяснять вы одно и тоже он не иголка он не иголка вы понимаете прежде чем делать инсценировку юра уже был далеко понимаете вы это или нет когда шли похороны юры уже не было москве и или если он и где-то в россии то извините меня он будет сидеть и никуда не выходить пока так нужно инсценировка делается не просто так значит либо угроза жизни шла либо еще что-то вы чё как маленькая дитёва при прям я не понимаю вас уже вот у меня действительно уже слов нет вот сейчас был я сбросила бы вот эти ваши все сообщения в чаты где мы находимся там бы обсмеяли бы вас вы что вообще что ли не понимаете что такое инсценировка значит это готовилась все заранее и похороны когда шли там просто ему видео отчеты отправляли и все и поэтому и в официальном чате и везде писалось что не надо там то 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 делать то 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 и выбрасывается все с могилы и все там и желательно живые цветы чтобы то что он не мертвый юра он проживет еще очень долго у него карма такая что у него он проживет лет до семидесяти пяти до семидесяти восьми мы нумерологов даже нанимали это но это бред полный вы такой несете он бы засветился он что дурак что ли ездить после инсценировки куда-то если он уже решил вообще не выходить или так нужно может вообще это на гос уровне все происходит значит он будет сидеть на одном месте пока и под большой охраной пока все не прояснится из-за чего была сделана инсценировка своей смерти вы не понимаете что ли слово инсценировка я уже но на самом деле вы так тупите я я уже просто не знаю все я или вас на разоблокирую или все что вы мне уже не надоедали вы мне написали я вам ответила вы вырос начали разводить то демагогию просто я не умею разговаривать с людьми которые тупят и мы отряды путина не можем дальше больше терпеть что ж ты сделал я хочу быть рядом с ней девочкой ушедших дней а